Владимир Николаевич, к вам приезжают на Шукшинское чтение многочисленные гости и пчеловод, как гармонист, как глава администрации, самая востребованная фигура. И гости с удовольствием приходят к вам, и разговоры не только о Мёде и о Василии Макаровиче Шукшине, о вашей природе Алтая. Вот заканчивается Шукшинское чтение. Ваши впечатления? Вам повезло, что у вас есть такой земляк Василий Макарович Шукшин? Или кто-то возражать будет? Конечно. Очень здорово, что у нас такой земляк Василий Макарович. Он прославил родину свою, Сростки. Все это очень приятно. Интерес к Сросткам поразительный. Я в свое время, вот уже выйдя на пенсию, подключился к интернету, начал заниматься. В моем мире начал выкладывать фотографии, а с Ростках все. Ведь люди России, да не только России, сейчас очень много русских, Советского Союза, по всему миру разъехались людей. Бегут с Россией очень много. Отовсюду интерес. Удивительные отзывы. В моем мире я выкладывал. Потом мне просто настоятельно начали советовать один, второй, говорит, вы сделайте сайт о родине Шукшина, а с Ростках. И я сделал такой сайт. Сростки-Алтай называется. Сростки-Алтай. Через гугл. Два слова достаточно, чтобы выйти на этот сайт. На этом сайте множество фотографий, видео, воспоминаний земляков Шукшина. Официальная информация, которая распространяется, ну немножко все прилизанное как-то. Это как со стороны взгляд на Шукшина. Вот на этом сайте, допустим, я со своими знакомыми пытаемся показать Шукшина с Ростки как бы изнутри. Взгляд на родину Шукшина изнутри. Из с Росток. От земляков Шукшина. И не каких-то там знаменитостей, которые из года в год получали награды. Нормальные люди работают. Но у нас, к сожалению, не была такая система, что награждали одних и тех же. А забывали о рядовых людях. А вы послушайте, какие стихи на сайте выставлены. Да они по содержанию от современной попсы отличаются как небо от земля. Пусть там нет совершенства в этом стихосложении, но в любом сочинении такого рядового с Росткинского жителя их много набирается. Такой глубокий смысл порой заложит, что диву даешься. И люди, которые смотрят фотографии о родине, говорят, неужели мы, говорит, знали, что Шукшин где-то с Алтай. Неужели, говорит, это у вас такой виноград растет. Такие помидоры, яблоки, груши, арбузы. Разве могут в Сибири арбузы расти? Да у нас арбузы не хуже. Ну, поменьше они астраханские, но они сладше. Как и виноград. Виноград сейчас у нас распространился, что даже вот суровые зимы. Да, зимы у нас суровые. Сорок и за сорок морозы бывают. Яблони, груши, сливы периодически вымерзают. Вот за 20 лет, как я вернулся сюда в Срустке, виноград ни разу не вымерзал. Просто мы его на зиму укрываем. Мы его припакиваем землей. Ежегодно, до с этого у нас винограда. Виноград едим в натуральный, сок делаем, вино при желании можно сделать. Мы сейчас здесь находимся, место, откуда начинались Срустки. Вот, к сожалению, все шубшинские мероприятия, все проходит в центре села Срустки. Забыли об истории Срусток. Если даже в прошлые годы хотя бы кредировали, выковыривали на дорогах камни, на этом все заканчивалось с ремонтом, то в последние годы даже дороги здесь подправить не берутся и ничего. Пыль, хорошо, когда сухо. Пыль, когда дождь, грязь в нашем микрорайоне, хотя основная часть Срусток заасфальтирована, и все. Катунь может только из Баклани, и по всей ее могуществе и красоте увидеть. Камешки шубшинские. Здесь местные жители просто перекрыли доступ к ним. К ним не попадешь. А могущество. Здесь на бережке у Катуни, как рассказывает, Шубшин любил посидеть на камешках и понаблюдать могущество Катуни. В ледоход, в паводок. Когда хранитные основания, скалы шумят под напором Катуньи. К сожалению, сейчас лишены этого. И те еще туристы, которые 10 лет назад ходили, любовались этим, сейчас туда не могут попасть. Полюбоваться этим. Вот так отношения. Ежегодно накатывают новый слой асфальта, моют центральную часть, в том, что привоняют машину, моют асфальт. А вот искомным местам интересным, я бы сказал, на Катунь надо бы экскурсии водить, показывать. А у нас ведут экскурсию на задворке с Росток, на протоку, где Катунь не видно. Ну что ж, спасибо. Я думаю, поправку вашу услышат, примут какое-то решение. Сегодня у нашего микрофона был житель села Сростки, Владимир Николаевич Афодиенков. И мы говорим...